6 мая в день празднования национального гагаузского праздника Хедерлейс на Чедерлунском ипподроме состоялись традиционные конно-спортивные состязания «Алтын-Ад». Это мероприятие уже 19-й год подряд организует и проводит Константин Келиш, директора единственной в Молдове конефермы по выращиванию племенных лошадей «Ад Пролин». Поддержку в организации праздника оказывают гагаузское правительство, местные органы власти и неравнодушные к детищу Константина Келиша экономические агенты. Участвуют в состязаниях владельцы лошадей из разных населенных пунктов Молдовы. У нас разные номинации и заезды на рысаках, и скачки. До этого были показательные выступления на тяжеловозах, будут показатели выступления по выездке, концертные номера. Приехали очень много моих друзей, ребят, которые покупали когда-то у нас лошадей. Староклии, Ствардицы, Бендер, Малаешт, Комрата, Чемишли. Потихоньку мы добрались до центра, но приехали гости из севера Молдавии, которые в будущем, надеюсь, уже будут приезжать и своими лошадьми к нам тоже. Ну, лошади свои, но они куплены у нас. Ежегодно это яркое зрелищное мероприятие. На Чедорумском ипподроме собирает тысячи людей разных возрастов из разных уголков республики и даже соседней Одесской области. Не стал исключением и нынешний праздник. Мы не раз уже, мы уже третий раз. Было все интересно и все хорошо. И всегда всем советуем, что все пришли с радостью. Мы тоже имеем лошадей, имеем всего. И мы тоже фермеры. Константин Васильевич очень хорошо знаем и просто в гости приезжаем. Скачки – это как бы у нас получается ежегодная такая традиция. Каждый год приходим сюда и нам это интересно, мы получаем от этого удовольствие. Традиция наша. Я уже посидел, но этот праздник жил с самого детства у меня. И всегда радуюсь этому. Десна такая, вообще радость большая. На конно-спортивный праздник в Чедерлунгу приехали и спортсмены Республиканской школы конного спорта из Кишинева. Столичные гости подготовили красивый сюрприз. Лошадь по кличке Благовест, которая родилась на этой ферме, является уроженством Чедерлунги, покажет сегодня показательную программу танцевальную, демонстрируя элементы высшей верховой езды. Ну, лошадь молодая, ей всего лишь 7 лет, и она только 2 года назад стала на путь спортсмена в такой дисциплине, как выиска, что является очень сложным, но демонстрирует небывалые успехи и способности. Вообще, те лошади, которые рождаются на этой ферме, которые выращены господином Келеш Константином, они всегда отличаются, может быть, от других немножко питомцев тем, что они с самого детства обласканные, приласканные, они знают эти лошади, что они любимые, и, в принципе, эта лошадь не отличается от остальных. Она ведет себя точно так же, она знает, что она любима, что ее ценят и любят. На торжественном открытии праздника со словами приветствия и поздравлениями выступил башкан Гагаузи Михаил Формузал. Глава автономии подчеркнул важность и значимость праздника Хидерлес в народном календаре Гагаузов. Два праздника Хидерлес весной, а кассом осенью определяют начало и конец сельскохозяйственного года. Это многовековые традиции наших предков. Мы глубоко их чтим, отметил Михаил Формузал. Доброй традицией стал иконно-спортивный праздник, география участников которого из года в год заметно расширяется, заметил башкан. География известности нашего праздника расширяется. Все больше людей по всему миру видят этот праздник Хидерлес, который мы празднуем, скачки, которые здесь устраиваются. Заключительным аккордом всегда каждый раз это скачки на лошадях без седла. Это надо видеть. Индейцы Америки отдыхают. Наши гагаузы показывают мастерство, искусство владения, искусство наездника. А гагаузы всегда были воинами, степняками, землепашцами, скотоводами в одном лице. Глава гагаузы поздравил всех присутствующих с праздником и пожелал ярких эмоций и незабываемых впечатлений от предстоящего зрелища. Конно-спортивный праздник Алтын-Ад стартовал демонстрацией молодняка фермы. Хозяин мероприятия Константин Келиш отметил, что хоть зима и выдалась нелегкой, за этот период на свет появилось 20 орловцев. Это отличный показатель, подчеркнул коневод. Затем зрители ожидали четыре зрелищных заезда рысью лошадей от двух лет и выше из разных населенных пунктов страны. Многие из этих животных, в том числе и победители состязаний, рождены именно на конеферме «Ад Пролин». Я вырос в лошадях только с орловцами. Я встретился в 2000 году, был на празднике. Понравились мне. Вот купили у Константина Васильевича жеребенка, приобрели. И вот радует он нас с тех пор, с 2002 года. Скачкина приз Башкана снова победил многократный обладатель этой главной награды – жеребец по имени Казбек из села Кырланены. Из рук Михаила Формузала владелец коня Григорий Татар получил очередной ковер. Победители заезда получили памятные призы, грамоты конно-спортивного праздника «Алтын-Ад» и денежные праздники. Приятным сюрпризом для всех победителей стали денежные призы от уроженца Чедерлунги, а ныне гражданина России Юрия Якубова.